Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас восьмой ход, восьмой день нашей войны. Больше половины войны у нас уже прошло. И Санты продолжают тотально доминировать в нашей войне. У них сейчас 77 очков, у Эльфов 18, у Снеговиков вовсе их 16. И самое время, наверное, показать, рассказать вам, в чем же все проблемы, почему так происходит. Пообозревать в очередной раз нашу карту, дать вам какие-то определенные советы. И я надеюсь, это тот самый ход, когда Эльфы и Снеговики наконец-то начнут отбирать территорию Санты. Я не знаю, возможно, дефать, продолжать с Сантом все. Мне кажется, что это уже переходит все нормы. И в какой-то степени, я думаю, что сегодня одноочковые зоны у Сант точно должны теряться на данный период времени. На время запись данного видеоролика у нас сейчас имеется около 2 часов дня по московскому времени. Все боковые зоны у Сант по одному очку, это простор Фортнокс, Серпухов, Трибьют, Редалер, Тостеров, должны забирать Эльфы, должны забирать Снеговики. Ну а что касаемо дефа центральных зон, то здесь ни для кого не секрет, большие силы Санты уже отдают за данные зоны. Хотя, в принципе, если фракция будет продолжать играть так же круто и так же круто отдавать голоса за все те зоны, которые они в предыдущие разы показывали, что они могут дефать все. То, то даже сейчас, отлично понимая, например, игрок с фракцией Сант заходит на войну, смотрит, ага, там уже имеется по 8000 звездочек, думает, да я не буду уже на центр давать, зачем мне центр, давай-ка я прикрою боковые зоны, помогу своей фракции не потерять лишние очки. Что касаемо атаки на столиц, что на столицу Эльфов, что на столицу Снеговиков, до вчерашнего дня я, к слову, даже не знал, что столица дает 5 очков, ровно столько же, сколько дает у нас зона Долины и Кунгур, центральные данные точки. И, по сути, не вижу смысла Сантам атаковать на данные зоны. Да, в какой-то степени можно было бы, наверное, на данный период времени сказать, что у Сант имеется шанс отбора столицы Снеговиков, но все же я отлично понимаю, что у фракции, что у Эльфов, что у Снеговиков не так много зон, и в какой-то степени большое количество игроков все равно будет отдавать предпочтение на деф данной территории. И забрать ее будет довольно-таки тяжело, но посмотрим, как будет у нас развиваться событие в данный день. Все же, в какой-то степени, небольшой шанс, но он есть, что столица, например, Снеговиков уйдет под контроль Сант. Что касаемо дефа Сант центральных зон, здесь все стабильно, как я уже и сказал, они дефятся, и если удастся задефить центральные зоны, при этом еще после сегодняшнего хода отжать Парму, отжать Волну, отжать Гардер, и один-единственный там новелл останется у Снеговиков или у Эльфов, может быть, Снеговики у Эльфов заберут эту территорию, это, считайте, просто крах, просто крах для всех фракций, кроме Сант, потому что контролировать центр, контролировать все почти, что трехочковые зоны останется после сегодняшнего хода. Это одна трехочковая зона, вы сами понимаете, и только две столицы по пять очков будет у Эльфов и у Снеговиков. Это настолько тотальная жесткая доминация, что я вообще не представлял никаким образом, что так может быть у нас вообще пройдет эта война. Да, даже со всеми теми намеками, что там Сантам хотят помешать выиграть данную войну, Эльфы и Снеговики хотят испортить праздник со всеми теми намеками, которые давали нам разработчики, я все равно не мог поверить, что война будет протекать именно в таком контексте и настолько жестко они будут доминировать. Что касаемо вчерашнего дня, вечером на стриме, как всегда в 10 по МСК, мы с моими нагибаторами посчитали количество звезд каждой фракции и на момент где-то около 10.30 по московскому времени вечера у Сант было, если я не ошибаюсь, 210 тысяч звезд. Нет, 200 похоже, похоже 200 было или 210. Ну короче, не суть важна, но на где-то 30 тысяч звезд набитых было больше, что у Эльфов, что у Снеговиков. Но я имею в виду, у Сант было больше, чем у Эльфов и чем у Снеговиков. Надеюсь, вы меня поняли. И в очередной раз я вам могу сказать, да, это перевес, но сказать, что это существенный перевес, я не могу сказать. И здесь вытекают проблемы, проблемы для данных двух фракций. Очень глупая реализация своих звезд. На вчерашний день за столице ближе к полуночи у Эльфов и у Снеговиков было отдано около 90 тысяч звезд. Вы понимаете, что за данное количество те же Санты могут дефать по, ну, зон, наверное, так от 7 до 10. От 7 до 10 зон можно задефать за данное количество звезд. И когда фракция отдает это все только за одну, за одну столицу и думая, что если они ее задефят, то они там, грубо говоря, будут цепляться и выигрывать войну. Но это настолько такая жесткая глупость, что она превращается в то, что фракция за счет данных неграмотных действий просто, грубо говоря, сама себя топит на дно. И когда у тебя чуть ли не половина твоих голосов от хода отдается за одну зону, при том, что ты так настолько жестко проигрываешь, шансов выиграть, ну, просто нет. И с точки зрения тактики сейчас Санты делают максимально все грамотно. Изначально, как вы помните, война протекала у нас в том русле, то, что центральные зоны были за эльфами и за снеговиками, а Санты забирали трехочковые позиции. Притом потом закрывая такие вот окошечки, чтобы другие фракции не могли атаковать сразу несколько большое количество зон. И не надо было Сантам там уже отдавать чуть ли не большое количество голосов за какие-то вот такие вот непонятные, неприятные зоны. К слову, почему здесь вообще на лагерь нельзя нажать? Как-то они так очень красиво подсвечиваются, данные зоны. Я даже не знаю, с чем это связано. А, возможно, на них просто нет ни одного голосования. А, да, наверное, именно так и есть. Блин, тогда Санты просто красавчики, что даже настолько маленькое количество игроков голосует за неправильные точки. Хотя за столицу, как вы видите, 2000 голосов, я имею в виду, звезд все равно отдано. Но это маленькие количества. И даже при том раскладе, если Санты потеряют по одному очку вот эти вот три зоны с одной стороны и со второй, Ну, это будет явно не проблема при том раскладе, если они забирают Волну, если они забирают Парму, если они забирают Гардер. Ну, это крах. Это тотальный провал для Эльфов. Тотальный провал для Снеговиков. И я не знаю, честно говоря. Я не могу даже представить, что может спасти данные две фракции. Это настолько жесткое нагибание, вынос просто противника, что как спасаться в данной ситуации? Если одна из данных двух фракций камбэкнет, это будет просто что-то невероятное. Но пока что на восьмой ход, на восьмой день нашей войны, прошу заметить, что уже половина рубеж, вот именно вот эта серединочка золотая, уже прошла. Остается у нас всего лишь шесть дней. Я не знаю. Камбэкнут? Очень мало верится. Смогут что-то сделать, попытаться, зацепиться. Но только если Санты просто вдруг резко перестанут бить звезды. Возможно, что-то произойдет тогда. Либо там начнут жестко скупать у нас распределители Эльфы, Снеговики. За них будут заходить какие-то жесткие дикие нагибаторы, которые будут в день там под тысячи звезд колотить. Вытягивать просто свою фракцию. Тогда может быть что-то поменяется. Но на данный период времени... Но это невозможно. Но это просто невозможно. Невозможно здесь что-либо сделать. У тебя просто фракция имеет 77 очков из 110 или 111 возможных. Но это же все. Это просто... Нет, не 111. Я сейчас посчитаю, то там будет у нас... А, да, 111. Ничего себе. Я даже запомнил то количество, которое имеется. Блин. Ничего себе какой я. Мейстер. Ну ладно, друзья. Давайте уже приступим к ходам. Вроде как я все высказал. Все, что я думаю. Ну, столица. Наверное, не те зоны, на которые стоит атаковать. Поэтому, что касаемо Санд. Свой ход я сделал в пользу атаки волны. Трехочковая зона. При том раскладе то, что... Она является, наверное, для Санд сейчас более такой ключевой. Открывает... Как минимум... Пять зон. Да, даже при том раскладе то, что... Если там вдруг не получится отобрать тот же гардер. Хотя, я думаю, что там у Санд вообще нет никаких проблем на отжим данной территории. То волна является более такой грамотной. Да, можно, конечно, посмотреть на столицу снеговиков. Увидеть там отрыв всего лишь в 10 тысяч звезд. Но, блин. Я не хочу допускать тех ошибок, которые допускали у нас другие фракции. Я имею ввиду снеговиков и эльфов. Которые очень много отдавали на данные зоны своих звезд. И поэтому для себя, наверное, я пойму один момент. То, что оно того явно не стоит. Стоит просто уделить время другим точкам. И в моем случае это будет атака волны. Дефрио. Это что касаемо Санд. Что касаемо эльфов и снеговиков. Я просто скажу свои ходы. Вы можете с ними не согласиться. Можете согласиться. Ну, я посчитал нужным так сделать. Возможно, вы посмотрите на все это дело с другой стороны. Но у меня получилась атака за снеговиков на новом. Защита столицы снеговиков. Почему столицы снеговиков? Я больше ни одной нормальной, адекватной зоны. Кроме как пятиочковой столицы не нашел. Поэтому, если вы найдете ее. Если вы захотите задефать какую-нибудь одноочковую зону. Вы можете это сделать. Но я посчитал нужным задефать столицу. В какой-то степени может быть правильно. В какой-то степени может неправильно. А быть может сейчас просто Санты начнут жестко топить столицу. А я сделал правильный ход снеговиков. И наоборот помог им задефать данную территорию. Ну, а что касаемо эльфов. То здесь ситуация у нас обстоит следующим образом. Я выбрал атаку на Кунгур. Это та самая зона, где Санты особо сейчас дико ее не дефают. И возможно в какой-то степени есть та вероятность того, что сумеют они отжать данную территорию. Хоть отрыв там по дефу сейчас 2000 в пользу Сант. Все равно побороться за нее можно. Ну, а за деф я отдал на именно таки новол. Там получается так, что пока что снеговики в отрыве на 500 звезд. Но это все тоже может поменяться. При том раскладе то, что это тоже у нас трехочковая зона. И в какой-то степени дефать здесь можно было бы и Парму, можно было бы и Волну. Но вы сами видите, что даже на Волне там уже шансов никаких нет. На Парме хоть и есть. Но я посчитал нужным задефать за эльфов именно новым. Вот такой вот обзор у нас, друзья, сегодня получился. Я, честно говоря, даже не знаю, что здесь можно было бы добавить. Сказать что-то больше в пользу эльфов, в пользу снеговиков. Мы будем продолжать считать каждый день количество набитых звезд фракциями. Потому что для меня это, наверное, вот тот самый показатель, по которому я могу понять в какой-то степени. Ошибаются ли это так жестко фракции? Делают неправильные голоса? Или реально мы имеем дикий перевес? Я считаю для себя, что, ну, 30 тысяч звезд, да, это, ну, не такие сверхбольшие цифры, да. Да, в какой-то степени это может быть захват каких-то там 3-6 зон, да, определенных. Но когда эльфы, когда снеговики отдают там на столицу по 90 тысяч, ну, блин, ребят, извините меня. Вот, грубо говоря, вот эти вот 30к списали на ту зону, и по сути нет никакого отрыва. По сути нет ничего, потому что, ну, делайте правильные ходы, и может быть у вас что-то получится. А когда фракция, я не знаю, я не знаю, я не знаю, реально ли вот так вот все грамотно дефать, но имеем то, что имеем. Санты нагибают, продолжают разваливать, и у меня уже имеется такое ощущение, что для какой-то фракции она, данная война может закончиться просто досрочно. Я до конца в это не верю, но вероятность этого все же имеется. Будем следить. Сегодня восьмой ход, еще чуть меньше половины у нас осталось, и, быть может, мы увидим какую-то определенную историю, мы увидим, что одна фракция просто выбывает из войны, такого еще не было, и, возможно, это будет что-то новое и что-то интересное. Для кого-то веселое, для кого-то грустное. Ну, а вам я могу сказать то, что если вам не сложно, если вы можете так просто сделать, то обязательно поставьте лайк на данный видеоролик. Подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Спасибо, что вы вообще поддерживаете меня в записи данных видеороликов. Я это очень сильно ценю, и буду продолжать все это делать, буду записывать каждый день для вас такие вот обзоры, если вы будете продолжать, в свою очередь, также меня поддерживать. Возможно, в комментариях тоже напишите, что вы думаете по всей этой ситуации. Реально ли санты так нагибают, или просто за них берут и подкручивают эти нагибаторские звезды. Вероятность этого есть, но, честно говоря, пока что в это очень-очень слабо верится. Также, ребят, не забывайте про ссылочку на дискорд в описании. Там имеются у нас чаты каждой фракции, если вам интересно, если вы хотите найти себе новых друзей, пообщаться, возможно, посоветоваться с ребятами, то обязательно тоже туда заходите, смотрите, комментируйте, общайтесь, находите себе новых друзей. Ну и не забывайте про ссылочку на группу ВК, в которой я каждый день выкладываю каждый свой ход за каждую фракцию, куда атакую, что дефую, и если вы что-либо не поняли, вы можете просто перейти, увидеть скриншот, увидеть текст, в котором написана каждая фракция, куда идет атака, куда идет деф с моей точки зрения, и сделать уже правильный выбор. Вот такой вот видеоролик у нас, друзья, сегодня получился. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.